Сполком Чистополя стали меньше ходить люди. Местные чиновники поначалу взволновались своей непопулярностью, а позже выяснили. Дело в том, что сотни бытовых вопросов жильцы начали решать в соседнем доме или подъезде. Там открыли территориальные общественные советы. Как они работают сегодня, показали депутатам госсовета. Они провели в Чистополе выездное заседание президиума. Мой коллега Дмитрий Фторов с подробностями. Починить трубу в подвале, организовать детскую площадку или устроить на работу. Для Марии есть, решать такие вопросы дело привычное. В 90-х она трудилась в рамке замглавы районной администрации. Сегодня руководит территориальным общественным советом микрорайона «Мебельная фабрика». Всего это порядка полусотни многоквартирных и несколько частных домов. Самое главное, мы чего добились сегодня, это доверие наших жителей. Они поверили в нас, поверили в ТОС. Если уж один раз к нам пришли, значит, и мы им чем-то хотя бы помогли. Они обязательно приходят второй раз. Это значит наш актив. С любимым вопросом, хоть насчет дорог, хоть насчет отопления, с любимым вопросом. К ней люди идут. Мы ее благодарим в жизни. С годовщиной создания таких общественных советов в Чистопольске поздравил Фарид Мухаммедшин. Лучшие из лучших удостоены высоких наград. По инициативе парламентария Виктора Смыкова ТОСом стали помогать руководители Чистопольской предприятий, бизнесмены и местные депутаты. Прием ведут начальники отростковых отделов и управления исполкома. В этом году присутствуют главы домовых комитетов. Но сейчас ТОСы остро нуждаются в поддержке государства. На содержание помещений тоже нет средств. Но время меняется, меняются и люди. Уже нет многих пенсионеров, которые со старой закалкой делали это без вас, ясно за идеей. Сейчас приходит новое поколение. Оно еще не готово работать бесплатно. Разговор об организации ТОСов в городах республики продолжили на заседании предизюма. Фарид Мухаммедшин отметил, что это эффективная форма работы с людьми. Это совсем не обязательно прямое финансирование с бюджета на заработную плату тому или иному работнику. Речь идет о грантовой поддержке, понимая важность этой работы с населением. О грантовой поддержке отдельных проектов. Благоустройство, озеленение, приведение в порядок асфальтовых дорог, приведение в порядок кладбищ в конце концов. Еще одна тема выездного заседания предизюма – подготовка к предстоящим сессиям. 26 сентября будет сразу два заседания. Сначала в БКЗ президент озвучит ежегодное послание парламенту о внутреннем и внешнем положении республики, а в полдень уже в здании государственного совета народные избранники продолжат обсуждать текущие законопроекты и вопросы. В предварительном повестке дня их значится около 40. Дмитрий Фторов, Эдуард Мухаммедсьянов, Вести, Татарстан, Чистополь.